ну что дорогие зрители всем привет этот ролик я сделаю все наоборот вперед поздравления так как много людей подписывается и не все знают и не все досматривают ролики до конца так что я лучше сразу скажу такое дело на моем канале есть поздравлю вас днем рождения но просьба не кто-то там знаете у нас в родстве у кого-то там день рождения а именно вас кто меня именно лично смотрит договорились а то получается чем больше подписчиков тем больше день рождения тем больше у нас всяких разных друзей племянниц и родственников то мне не хватит потом целого дня чтобы сидеть вас поздравлять так что прошу понять и простить ну и самого первого поздравления начну с моей мамы так как она мой самый первый зритель если так вот подумать то я думаю что ни одного ни одного видоса не пропустила всегда меня смотрит ну интересно так как скучаем друг за другом мама во флориде мы здесь а ну ничего скоро приедем и во флориду так что мамуль жди а хочу поздравить тебя с днем рождения happy birthday пожелать всего тебе самого наилучшего так же как и всем желаю тебе крепкого здоровья не болей там не скучай или скучай ну как говорится детей много и они сейчас раскиданы у нас везде и сал в каролине и сестра у нас живет забыл где она живет в вирджинии во в с вирджинии или вирджиния но по-моему только в вирджинии на вирджинии у нас сестра живет вышла замуж туда переехала с флориды так что везде есть и во флориде у нас сестра есть так что не дает тебе скучать так что привет тебе огромный мамуль скоро приеду в гости так что жди еще раз тебе всего тебе самого наилучшего крепкого здоровья и с днем рождения тебя от дяди вовы твоего сына значит первое день рождения день варенья у нас у бориса громова пишешь доброго времени суток дядя вова меня зовут борис смотрю вас давно слушаю рыб мотора вместе с вами у меня 17 февраля день рождения очень хочу чтобы вы меня поздравили а 5 февраля 22 года к тому же сын родился я водитель грузовика катаю по стране сам из москвы спасибо за хорошие ролики и чувство юмора ну чувством юмора я не знаю но с сыном я тебя поздравляю с рождением сына 5 сегодня у нас 17 с ним а уже 12 дней ему так что с днем рождения твоего сына и тебя борис спасибо что смотришь во-первых привет тебе огромные из америки москвичу и тут же сама водитель пишешь значить а коллега поздравляю тебя 17 февраля не пишешь сколько лет ну не важно все твои так что с днем рождения тебя всего тебе самого наилучшего желаю счастливой тебе жизни крепкого тебе здоровья самое главное не болеть какие-то всем желаю так как зима на дворе холодно ну и по фирменному happy birthday от дяди вовы и с днем рождения из америки спасибо за коммент спасибо что смотришь чай мы сегодня пьем прозрачном стаканчике семён крутских пишешь дядя вова добрый день побольше вам подписчиков и просмотров поздравьте пожалуйста 1702 22 года моего отца крутских александра владимировича 60-летием юбилеем он тоже дальнобойщик заранее спасибо удачи на дороге и чистого неба над головой чистого я еще добавил и мирного неба нам всем над головой так что мирного неба это самое главное я смотрю вот эти вот америкосы пиндосы в белом доме всю эту войну хотя да вот я не знаю что за цель у них такая ну в белом доме так понимаю люди сидят и только думают о деньгах вот им где-то охота чужими самое главное чужими руками сделать войну они будут как чё как всегда сопровождать сопровождать нет ну давать оружие для тех и для тех они обычно всегда же до работает на две стороны то им самое главное оружие продать чем больше тем лучше у них это бизнес в америке это все бизнес начиная с лекарства с первых дней значит а вот как небо мир на небо затронула семён спасибо тебе за коммент спасибо что печешься об отце а твоего отца александра владимировича хочу поздравить 60-летие с круглой даты с юбилеем всех благ ему чтоб самое главное не болел крепкого здоровья ему за рулем и чтобы без никаких аварий как все пишут шершавенькой да на дороге ну вот так вот я желаю всего самого наилучшего спасибо мужики что смотрите спасибо за коммент александра happy birthday я дядя вовы и с днем рождения из америки все благо муп гау муп не знаю что такое нога узнаю значит поехали вот гау дядя вова доброго времени суток вам меня зовут артем сорокин артем сорокин муп гау не вижу взаимосвязи но ничего ничего может быть тут что то есть такое хитренькое значит пишет поздравьте меня пожалуйста с днем рождения 16 февраля так как мне исполнится 37 лет всего вам хорошего и огромное спасибо за ваши покатушки и тюнинг ремонты да ребята покатушки и тюнинг немножко остановлюсь на этом значит а всех подписчиков всех смотрящих огромное вам спасибо кому то нравится только тюнинг трака я это сто процентов понимаю я с вами никак спорить не буду я тоже бы покатушки бы не смотрел кому то нравится покатушки америку смотрят там деревья елки нравится респект вам и уважение кто со мной каждый день катается я бы этого бы не смог сделать ну как бы мне не интересно даже если бы кто-то россию бы ездил бы снимал бы я не знаю а механика для меня это да тоже поковыряться пока поделать что-то поремонтировать так что 2 2 типа подписчиков у меня одни смотрят тюнинг ремонт трака допустим а другие покатушки но тем и тем я знаю что интересно ремонт и ну те кто ремонт и только ждет не нравится покатушки я это понимаю третье мне нравится еще и поздравляю с днем рождения но ничего когда ваша очередь придет тоже попросите я вас тоже поздравлю от чистого сердца так что имейте терпение и терпите значит а муп летс гоу дальше ремонты которые только смотрят ремонт и поэтому я и пишу в названиях ремонт бронка да кому нравится ремонт бронка тут же раз выскочил у них ага сегодня будет про ремонт бронка посмотрю то я тоже вас ваш вас респект вам уважаю вас ваше мнение ваши как бы на это все смотрите то я также самое пишу заголовки чтобы не было такого ремонта тому по покатушке никого здесь обманывать не собираюсь так что будем смотреть по тайталу тайтал прочитали понравилось посмотрите никого не осуждаю всем жму руку спасибо что вообще вы смотрите меня ну а кто со мной катается каждый день жму вам две руки ребята две руки вам жму и все спасибо а я стараюсь и снимаю так как я как-то мне такое было что смотрю комент коменты ждем ждем ремонта ждем каких-то что-то чтобы поставил что-то на трак когда улучшил трака улучшение а тут растуха покатушки покатушки как бы да уже надоели эти покатушки одно и то же снимать так что уважение для вас кто со мной катается ежедневно и еще и комментирует ежедневно так что спасибо ребят жму вам руки две сразу возвращаемся к артему сорокину артем извиняюсь что затянул на твое день рождения хотя она была по нашему вчера но как я смотрю многим не нравится что я поздравляю то я решил как бы за неделю но собиралась день рождения уже не обижайтесь что не ваше прям день рождения я вас поздравил за неделю собралась а у меня в какой-то день освободился вот как я сегодня приехал рано домой есть возможность записать ролик у меня не всегда такая возможность есть это во первых приезжаешь домой а тут у меня детей целая куча бегает и я не нарадуюсь я очень довольный дед когда у меня внуки здесь а так что я уже все отлаживаю время провожу с ночатами вы это тоже должны понимать а иногда когда мы уезжаем в оригон то я очень поздно возвращаюсь и иногда пока еду пока еду я уже монтирую кино за рулем это тоже опасно не делайте этого дома не повторять так что артём сорокин опять возвращаюсь к тебе уже третий раз ну ничего хочу тебе поздравить с 37 летием 37 летием и один день по нашему а если ты это завтра увидишь то два дня тебе уже ты уже совсем взрослый уже целых два дня тебе в этом году так что поздравляю тебя все шутки и юмор мой в сторону шутить я люблю но не в этот раз хочу тебя поздравить от всей души с днем рождения тебя всего тебе самого наилучшего в этой жизни желаю крепкого здоровья будь счастливой в этой жизни вот так скажу с днем рождения тебя от дяди вовы happy birthday из америки спасибо за твой комент спасибо что смотришь ложку обязательно придержите пальцем иначе ты не русский тебя просто братва не поймет еще почему я хочу этот ролик с happy birthday до поздравлениями выпустить перед видео перед покатушками потому что правильно кто-то подметил по моему дамир мне как-то написал что я же говорю я ж только что вот на прошлом прошлом кине как бы объяснил ситуацию и тут же мне вопрос под этим же роликом а мне пишут потому что народ останавливается как только у меня приехал домой начинаю поздравления вести некоторые просто тушат телевизор тушите свет приплыли и никто не смотрит а я же как я прочитал коммент какой-то вопрос задали я отвечаю ребят я отвечаю все комменты которые на поздравления и есть у вас вопросы я отвечу обязательно и отдельно еще буду делать может быть даже по воскресеньям буду записывать ответы на вопросы я это раньше делал но что-то кому-то не понравилось слишком много болтовни ну вас слишком много вопросов было поэтому я выпустил на час а час никто не хочет слушать ну то такое дело значит наверное будем делать вопросы на ответы сегодня дядя пашу посмотрел за кенверса как он сравнил петербилд и кенверт вообще красава жму две руки дядя паша привет ему кенверс реально неразворотливый кенверс 900 если он имел ввиду за классику да это самый неразворотливый трак во всем мире хуже нету ребята это самый огромный трак чтобы вы понимали я с ним как бы справлялся я сел пир после петербилда для меня это было как игрушка но если ты пересел с какого-то трака фрейтланер волва да допустим или тот же самый кенверс как очень артем сядет с этого кабовара да я их называю без капотники новый новый вариант без капотника это вот эти вот вот последние наши капотники пошли как бы ты садишься в него даты капота не видишь он просто раз и вниз пошел его как будто нету сидишь как в электричке и вот эта вся проблема когда ты сел в классику и у тебя на сяре впереди вот как и на камере видите так камера врать не будет тебя стрела целая впереди и им надо управлять то вот тут возникают вопросы ну я уже предупредил артема кстати он на моем 900 так ни раз не проехал на 379 моем синим катался два дня помучился два дня запарковал я ему ключи оставил а сам этот во флориду полетел отдыхать хочешь покатайся он два дня намучился с ним говорит никуда не вписывайся ну его баню сел на свой фрейтланер у него тогда был и дальше поехал на фрейтланере вот такое было у нас темой так что тема привыкнет для этого надо хорошая я бы сказал бы две недели привыкнуть габаритом а уже через месяц через месяц будете просто уже не замечать эти все габариты ну здоровый нос впереди и все погнал и все у меня одна проблема с 900 им было я заворачивал в узкую улицу влево и немного дальше проехал и думал сейчас колеса вывернутся как на петербилде и я заеду то что машина стояла слева на поворот и не было в узкую в узкую щель как бы в улицу воду попасть туда данный ста фори и чего вы думаете я его выкручивать а он не выкручивается он раз и все это поехал туда а мне надо сюда понимаете то мне было сдать на 100 фори на перекрестке назад смотреть чтоб машина там уже справа пошли не ударить никого и потом еще раз вывернуть также тоже не делается правильно вот я чё я говорю машина не поворотливая вообще так что на них на 900 их ездят это самые топовые профессионалы мне он не понравился просто что у него ходуном ходил капот вот так бьет пока по кабине да и и руль вот так вот вот так вот хоть без подушек он тоже самое что-то играл и потом я же даже это самый поменял колонку рулевую колонку даже новую поставил если вы помните и ничего не помогло сколько с капотом и крепление переворачивал чтоб он мертво сидел и резинки все новые чуть только не делай впереди все бушинги поменял то кинус это неисправимый просто я вру тёма с капотом делай что хочешь но чтоб он не болтался то он тебе выведет просто плюс дядя пашу еще поправлю он сказал что у него лобовое стекло цельная как бы до перегородки нету кто помнит мой 900 я не знал куда камеру поставить перегородка два окна у него да и плюс еще вот эти щетки вот так стоят и 2 arms эти да для щеток да они пол окна загораживают видимости слева чуть-чуть и справа чуть-чуть остальное по центру рация стояла что-то у меня еще сверху что-то висела да и щетки пол окна закрывает это просто вообще это это комедия не кенверс у тёмыча до лобовое одно смотрю и щетки снизу лежат и они вот так лежат и поднимаются вот так тоже прикольно на петербилде вот так да как на простой машине а на кенверсе вот так еще есть тоже какие-то прикольные щетки и у брата моего паша который салф-крайлайна тоже такое же ну короче ну и вас за 8 airbag of подушек тоже прав мне тоже то система не понравилась у брательника тоже такая же была тонны отрезал и приварил себе flex air по 4 воздушных airbag с 2016 года взял по свежее приварил зад удлинил его и все четенько так едем дальше вот это я наговорил на 6 минут едем дальше у нас следующий поздравитель пол картер пишет дядя вова владимир михайлович доброго вам житья ну михайлович это я понимаю в какую сторону ветер дует ничего страшного все равно что от вас поздравляю да если чё владимир николаевич если ты не на приколе а просто ошибся пишешь поздравьте пожалуйста брата моего валерия ивановича орехова с днем рождения у у него 16 февраля проживает он штате колорадо город дэнвер о был этом был я там на своем красном петрухи два года назад в дэнвер колорадо тяжелые бревна возил туда доски и назад часе стак часе брал в 4 часе до 4 часе я вез с колорадо с дэнвера потом назад сюда в сеатол в вайоминге такой ветер был боковой и эти части прямо это самое задувало во все щели прям держал от рака по моему и назад шел и у меня выбивала 4 мили на галлон еду 4 мили на галлон я просто ветер толкал и я запарковался с члена я выехал проехал с члена и там как раз ветер был и по моему роланс роланс да я запарковался в ранее больше дальше не поеду 4 мили на галлон и все смотрю погоду проверил завтра будет уже такой нормальный день я остановился в роланс переспал и на следующий день уже без ветра ехал так что ребята если ветер есть подождите дальше едем просит вас его брат а подожди город дэнвер жена его луиза просит вас его брат из города ессентуки 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 павел рудометкин рудометкин спасибо владимир если подробнее он также самое и ваш брат но это аминь мы все братья в боге он всем нам брат слава ему мы увидимся но это точно слава ему мы увидимся на небе один день на небе это сто процентов хочу твоего брата поздравить валерия ивановича орехова с днем рождения лет не пишешь сколько ну да ладно значит всего желаем у самого наилучшего в дэнвере там частенько сейчас снега идут так что катайся на лыжах или на сноуборде как вам удобнее я кстати на лыжах только катаюсь и на сноуборде только здесь папа наши этой самой дороге пользу пробовал ну так можно ехать когда ешь 1 мили в час но когда если со знакомой спускаешься до с горы где все катаются то там только на лыжах не рискнул я этот самый сноуборд взять а вот не сноуборд а вейкборд я катаюсь без проблем артем меня катает обычно на лодке я сзади лодки и на лыжах сзади лодки катаюсь и на вейкборде вот это мне нравится даже уже без веревки могу артема час лодки крутючие набирает себя в воду и делает волну и ты волну эту поймал веревку отпустил уже без веревки едешь по волне вообще классно так что ждите вас ждут приключения этим летом артем лодку дособирал полностью всю просто собрал и вырезал идеально моторчик новенький ребил стоит она у него гараже стоит он не хочет здесь а то что все равно подшалаш этот задувает вода дождика салончик новенький броню кожу натянул обшил все дорого на ему стало ну ничего зато лодочка красавица просто так что ждем лето обязательно на озеро поедем обязательно покатаемся на вейкборд сделаем и возвращаемся до валерия в колорадо в дэнваре до 16 февраля сегодня у нас 17 ты наверно увидишь это сегодня вечером еще раз тебя поздравляю с днем рождения аппи бурди от дяди вовы из штата вашингтон с днем рождения тебя всего тебе самого наилучшего и крепчайшего здоровья спасибо мужики что смотрите эй джи пишешь дядь вов привет замечательно прокатились еще и днюху я отпраздновал свою пока рулил вот я только не понял ты пока рулил на моем таки когда я вам дал порулить ты спраздновал а то смотрю что-то и банки это самой склянки валяются в трака залез думаю откуда это кто тут а этот самый паре сделал а вот оно чего виновники торжества ну и предыдущие твое комментарии пишешь дядь вов привет отлично прошел день банка засветился правильно сделал что решил под чистую радиатор заменить на нем ps у меня 17 февраля днюха мне 35 поздравь если получится в твоем фирменном стиле буду рад ну фирменный так фирменный от дяди вовы юсэй эй джи вот имя не знаю спрашивала тебя не спрашивал раньше ну не помню если даже ты мне писал я не помню как тебя зовут так что отпишися как тебя звать анатолий георгиевич эй джи шучу значит а всего тебе самого на и прекраснейшего прекраснейшего как-то тогда длинные слова вообще произносить тяжело но когда их не пользуешь до 33 года потом еще раз вспомнил такое слово существует а произнести уже не можешь так как цветофор да ну всегда так говорила тут опа пишут комментарии окажется светофор от его как бы 30 лет произносишь светофор и никогда не задумывался так что ребят извиняйте уже как вы вылетают слова так и вылетают у меня не только по-русски такие проблемы у меня по-английски тоже так что с днем рождения тебя всего тебя самого наилучшего так будет лучше чище звучать самое главное не болеть крепкого тебе здоровья happy birthday от дяди вовы с днем рождения из америки спасибо за твои ежедневные комменты вот реально всегда читаю от тебя спасибо что смотришь дмитрий россиянский россиянский пишешь дядя вова привет у меня 20 февраля день рождения поздравь меня пожалуйста мне исполняется 43 года ну я тебя на пару дней получается заранее поздравлю так как а у у нас будут выходные очень тяжелые выходные так как будем устанавливать очень много вещей на трак может немного смотря если в пятницу мне кое-что придет если кое-что это придет в пятницу я пойду заберу субботу и тогда может быть мы еще и кое-что поставим с вами ну загадывать не будем наперёд так что ждите будет очень познавательно и интересно не переключайтесь а тебя дмитрий россиянский поздравляю 43 летим 43 года тебе исполняется так что всего тебе желаю самого наилучшего в этой жизни самое главное не болеть крепкого здоровья ну и счастья любви мира спокойства чтобы как говорится не нервничать за всякой ерунды как это у меня бывает но у меня работа такая кто-то подрезал кто-то еще что-то приехал на разгрузку не проехать не пройти не заехать им говоришь одно они тебе говорят другое ну такое дело так что всего тебе самого наилучшего желаю не нервничай дольше будешь жить дольше чем я так что с днем рождения тебя дяди вовы happy birthday из америки спасибо что смотрите алекс фомин или фомин владимир знаю ты с нюхами поздравляешь откуда кто такой сказал я вообще не при делах у меня сегодня я тебе поздравляю во как ну к сожалению у тебя сегодня а у меня это завтра так что я тебя получается на день позже поздравлю ну ничего алекс с днем рождения тебя дяди вовы happy birthday из всего тебе самого наилучшего в этой жизни желаю крепкого здоровья счастлива чтобы ты был счастливый в этой жизни ни в чем не нуждался побольше денег в этом счастье не в день их счастья в их количестве правильно всего самого наилучшего спасибо что смотрите ваня 2012 я ворович я ворович типа ты что-то воруешь что ли опять от дяди вова шутка может быть неудачно ладно ваня пишет дядя вова здравствуй у меня 17 февраля днюха твой новый видос как подарок это я так понимаю каждый новый видос для тебя подарок спасибо тебе большое за твой позитив желаю тебе и твоей семье всего наилучшего твой подписчик петрович из дубков россия петрович я так понимаю ваня петрович я ворович петрович может быть вот это вот соединение понятно ну поздравляю тебя петрович с днем рождения от дяди вова happy birthday тебе из америки привет тебе из америки шлю огромный спасибо что смотришь меня не болей крепко тебе здоровья всего тебе самого наилучшего желаю от чистого сердца пусть никогда ни в чем твоя душа не отказывает вот так вот спасибо что смотришь ну чё дорогие зрители подписчики и гости канала дядя вова юсэй кто-то писал кто тебя прозвал то дядя вова юсэй да ну я раньше был вов королян ну кому то не понравилось говорят напиши дядя вова я написал дядя вова потом следующие комментарии идут он уже добавь юсэй чтоб мы знали что ты с америки типа того ну вот так и образовался мой канал дядя вова юсэй значит а у кого день рождения обязательно пишите мне на ютюбе желательно под свежим видео и на пару дней раньше чтобы я был готовый да то что иногда есть время ну как бы ты не готовы еще не прочитал те комментарии за последний видос и уже делаю следующее видео допустим да а у вас там день рождения его пропустил так что пишите мне в ютюбе не на инстаграме у меня нету времени иногда бегать туда-сюда вот я на инстаграме последний раз как-то вот читал комменты потом опять время нету надо опять все это догонять сидеть то я так бегаю туда и сюда короче когда время есть и туда захожу там читаю когда время нету стараюсь только youtube поддерживать пока чтобы это как бы самое главное было такое продвижение канала да ну а теперь погнали на разгрузку поедем разгрузимся по месту ну чё завел сейчас с утра до а чек то не горит все нормально так что не знаю что там было какое короткое замыкание ну капот я сейчас открыл кулант у нас у лавал хороший подливать некуда так что прогреваем кобылу или может это пока то что вот температура антифриза слева может потому что еще холодная не знаю нагревается и сенсор парах лет короче будем наблюдать за ним пока выводов делать резких не будем переставляю свои траки и погнали ехать нам буквально два блока так что сейчас камеру включим и погнали покажу вам дорогу как она и зачем так что всем привет и хороших просмотров трак конечно грязный капитально ну ничего уже чё есть то есть ну чё можно выдвигаться как раз время у нас семь пятнадцать семь восемнадцать вау но ничего там пробка бывает очень большая на цитофор налево повернуть на стрелку ну я думаю 12 минут нам хватит немного опоздаем подумаешь там вчера я позвонил им говорю во сколько вы меня хотите и видеть с утра а у тебя гитапойт мы на 730 да не люблю когда так по месту работаешь и еще ранние утрешние appointment и охота поспать один день это не дает сейчас 730 разгрузимся а если груза не будет это надо будет опять час ехать домой ждать чего непонятно чё с моря погоды будем надеяться что что-то с утра выскочит и мы возьмем за хорошую цену договоримся как говорится сейчас они все грузы выставляют по дешевке и прям надо торговаться и торговаться с ними не хотят и все платить но мы чем мы погнали выскочили мы на порт автокома роут есть такая у нас красивая дорожка и кофе очек наш с утра кофе обязательно по-любому хороша каша да мала чаша да сейчас на часики все и опять каши нема давай давай быстрее то здесь такой тестофор классный раз-два и желтый включается но вроде проскочили нормуль значит мужики чё я хочу сказать ничего я еще не проснулся тогда молчи сиди просто молчи все ну вам тогда это понимаю неинтересно дорогу молча смотреть да надо что-то рассказать надо что-то показать вот сейчас проезжаем трипак так он называется трайпак вот кеша 66 660 стоит так что классно трипак хорошо вы подметили не сильно горит хорошая у него компания ну уже чё есть то есть а мы рулюем значит план такой на 509 сейчас заскочим там обычно пробка с утра и один тестофор проезжаем и на втором тестофоре берем налево и усе это там где мы тракторами грузились а на александр в порту только не доезжая порта не доезжая александр сразу уйдем вправо в архаус да хорошо он хотел суперчасть и слева обогнать и залез впереди нас пьем кофе мужики пока не остыла обязательно пьем мы люди не пьющие но за кофе только за да петрович слева красненький флотап забирается в гору 389 цена у нас на дизель так и стоит 458 уже на расколка недели две что-то догнали до такой цены и все и стоит вот он у нас заезд на 509 хайвэй как всегда по кругу делаем ю ю я даже при трип инспекшн сегодня не сделал а колеса не попинал капот открыл под капотом у нас все нормально два этих самых сидит с веслами так что догребем как-то догребут ребята молодцы накачаны ну и каменькс там какой-то стоял маленький вот иногда 9 прям не хочется за заходить особенно с утра вот прям просится до просится поставь сюда тринадцатку пусть понимаете до 18 к пониженной передачи кроме 5 с половиной до последней пониженной половинки она никому не надо все понты чтоб только сказать о у меня 18 13-ка та же самая коробка нижними половинками ты никогда не пользуешься но это так до диванных экспертов да вдруг тут не знал всегда пишет поставь по 17 она тебе будет помогать мощнее будет драк объясните мне как она будет мощнее если я все горы беру на 10 передачи до тракт ну реально не сбавляет вот у него хватает мощности полностью груженая еду 80 тысяч я нигде не переключаюсь нигде буквально все беру на 10 передач как меня 18 к поможет как он мощнее станет я буду с 18 на 19 переключаться или как учета логики нету и последняя передача что 18 что 13 что десятка что 9 на 9 10 это длинная передача обороты так держит те же самые я понимаю если там большущий перевал огромный где траки реально ползут там 40 миль в час это у нас по 90 такие перевалы есть знакомый пас и якима особенно на якиму когда идешь назад возвращаешься с якима то там у меня 6 нз заходил 50 миль в час расклад такой я начал ездить туда на он слева идет 389 красавец baby blue темно-синий низ затемненные окна даже не знаю с кем здороваешься каминкс у меня был 370 лошадей маленький был m11 м11 на фрейд лайнере 94 год то я там ползал с якима 80 отгруженный мы возили туда двадцатки супер часе 30 миль в час заходил в ту гору ровно 300 держит и все это по боленьку забираешься с вентилятором потом я купил своего первого петруху 379 зелененький с детройтом 12 7 литров детройт все 500 лошадей ну кажется все 500 лошадей мечтами все мечты а он в ту гору забирается 40 миль в час значит 370 лошадей 30 миль в час а 500 лошадей 40 миль в час и вот я начал бегать по дилерам говорю ребята что-то ваш детройт не тянет как бы я ожидал чего-то такого знаете как все хвалили там caterpillar 500 лошадей тяга это все а тут опа он не тянет мне его дилер там какие-то программы вставлял туда-сюда я потом turbo поменял набор горнер поставил здоровую турбину ему нет 40 миль в час и вся вот тогда и понял что не в него не в лошадях проблема в самом двигателе 12 7 литров он не 500 лошадей а может быть 420 заком да на больше он не тянет и тогда уже взял я шоссе он за себя 475 сразу мой шоссе нзо котенок был 475 я в эту же гору он идет 42 мили в час думаю не понял это что такое что за 475 котенок хваленый на 2 мили в час больше идет чем детройт короче тут же в кетерпиллер заехал накрутил его на 550 ну стал 50 миль в час идти думаю не маловато поставили его на 625 вот тогда он ходил уже 55 может быть 55 52 53 вот так загинать слишком не буду да на пару миль всего 550 и 625 он в гору добавляет да пару миль всего на все но все равно уже как-то интереснее было а вот в ту гору честно признаться на камикс я не был а груженный назад я не шел я ходил туда на якиму но я в ту сторону груженный шел а назад пустой шел то я не знаю как бы камикс мой красный тот петруха бы дома ввел очень дерзкий он был вот на таких перевалах да там половинки играют коробка если уже не тянет на 13 раз половинку скинул 12 еще протянул чуть раз скинул целую поставил одиннадцатую то как бы вот эти вот вот одна полторы мили вот это вот половинка играет ты будешь всего-навсего на одну на одну полторы мили быстрее идти в гору с половинкой но не как там о тяга такая добавляется да ты чё коробка здесь не причем здесь причем мосты чтобы были тягучие мосты 370 390 411 это по горам бегать а у нас здесь 355 это такие средние мосты считаются как бы по ровной дороге чешет неплохо и в горы тоже вроде как бы ok такси ритакси я позвонил им говорю в какие ворота въезжать так как по карте горю не сильно это самое видно она горит перед зданием вот у нас здание играет будет написано как инфинс и вот он у нас написано реально track in trends ну значит сюда как говорится рискнем здоровьем заедем если чё также назад выйдем дядька он слева рабочий на стоит смотрит мужики вы куда джентельмены удачи на да у них тут смотрится как будто офис пойду я посмотрю чё к чему а вы не вылазьте никуда не убегайте так этот офис не реки горит езжай на ту сторону вархауза и так это у нас здесь два две компании в одной в одном здании едем дальше нет проблем только здесь вот здесь у них эти самые траки паркуются вархауз прикольно чё а нам как проехать да один с драйвеном впереди стоит и там мужик или паркуется или уезжает чуть непонятно чего-то непонятно а петруня выезжает может он эту дверь ждал значит будет очень долго пока это час запаркуется кто его знает какой у него экспириенс так ентова мужичка подвинули немножечко немножечко или он все-таки уезжает сейчас посмотрим впереди и петруха если петрович часу едет и этот поедет за ним то все нормуль припарковался да как я и понял просто меня пропустить и ус а вот такая компания тут в таком и просто вархауз как бы до доги со всех сторон и ус а меня пропустили у меня уже переключилась и на андюте то меньше пяти миль когда идешь час то она так и стоит на андюте значит не едет а просто как будто я стою работаю на улице никого нету пойду искать кого-нибудь ну и все сходил чекин сделал за чекинился я так и думал говорит тут бакс нарисованы на полу вот здесь желтым обозначены вот он вот сюда и сдадим флотбет конец на чем берем левее вот уже улица впереди нас александр это там еще где тракторами до грузимся и биван находится хох учусь она была протянуть уже на улицу вот это у них я от маленький выравниваю флотбетика прям в тот ящик и джек найт делаем трака убираем его с дороги как то вот так все справа пройдут траки сечу дядя вова за всех думает иначе можно было посредине встать заблокировать все но у нас всего один палет большой стропы смотал поднял его я поехал все значит выскочил мужичок на форк рите разобрался такой смотрит на меня а сколько это байдагает весит я говорю ну как бы 16 тысяч паунтов да по бумагам он и ты чё ногать цельная 48 фитов я говорю да так у меня горит форк лифт где столько не поднимает и все сразу в панику я не знаю как разгрузить его мужик у вас полный вархаус ездит в форк лифтов других дай мне игры 2 форк лифт эти помогу разгрузить о нельзя нельзя да да я сейчас пойду это самое мужика позову другого двумя форк лифтами вот так с утра ни у кого мозги еще пока не работают пока кофе не выпили но я так кофе уже выпил так что чуть-чуть соображаю немного да смекалка есть как бы так что вот сижу жду он как ушел в рхаус так и больше не вернулся я уже стропы смотал и до сих пор мужика нету мужик в панике короче так что сидим ждем алекс пластик привет тебя сейчас вот пока делать нечего ждем 2 форк лифта прочитал твой коммент на инстаграме спасибо за комменты спасибо что на инстаграме пишите значит я всегда вот так езжу вот такой зазор на колесе это 45 паунтов воздуха накачано так как ниже нельзя ну если с пустым допустим можно там на 30 35 может быть паунтов но он практически также сидит здесь надо чтобы опущенным ездить чтоб он смотрелся опущенный и ты ехал только ставить переднюю балку от кархолера от автовоза до который машины возят но это еще 2000 долларов так что пока мы вот так ездим только где-то приехал сидишь тогда опускаешь подушки но сейчас они у меня не опущены нечего их туда-сюда болтать короче ждем один вот этот маленький форк лифт и они пытаются завести другой у них только два вот таких маленьких но ничего справятся бумаги уже мне подписал ведь мы только его поднимаем и ты ведь выезжаешь ну говорю план как бы обычный план сделаем вот такой вархаус смотрится с улице он сетка помятая кто-то выезжал вправо потом отсюда будем брать чтобы поместиться как говорится на улочку а улочка прикольная сейчас дальнобойщик на страшном траке проедет как и не люблю эти интернашенова кто их придумал не знаю вот эти все бабтейлы стоят вся улица у тебя посмотрел слева до конца улицы и справа до конца улицы вон там стоят в конце сейчас приближу вон слева белые все траки стоят в конце это все контейнеровозы что-то непонятно почему они сидят почему не до сих пор не в порту неужели какой-то уже слоу-дяун пошел не хватает контейнеров контейнеров возить но ничего у нас ребята новости вчера выставил Артем по-моему да выставил где-то нашел информацию на инстаграме опять же таки в кин кауни где я живу королевская каунти да отменили без паспортов этих самых дебильных без прививки можно уже заходить в рестораны 1 марта главное совпадение 1 марта или как только по новостям объявили две новости я же вам говорил уже две новости объявили что тракисты собираются 1 марта на забастовку идти все страна начала задумываться как же мы проживем без туалетной бумаги как-то так пустые полки будут в магазинах 1 марта меня уже запустят в рестораны в которые я не пойду никогда больше не пойду в кин каунти ни в один ресторан который меня без этой ерунды не пускали на всю жизнь я им обрезаю свой бизнес поеду в такому где я раньше сидел так и будем дальше продолжать о кин каунти можете на мой бизнес не рассчитывать поддержки моей не будет так как в трудную минуту вы все обгадились а и меня не пускали типа я зараженный все прокаженный прокаженных мы не пускаем второй класс сот людей до красивое небо и вон гора наша mountain rainier вся в снегу зимой и летом одним цветом ну все они вдвоем держит его мы выезжаем потихоньку ну чё выехали запарковались а позвонили диспетчеру опять договаривался с этими же а гранитом с этим туда же сама с кента и в портланд в ту же самую шарашку где вчера были я говорю по моему они меня там больше не возьмут я с ними немного поругался то такие дела а ну все равно не хотели платить вчера нормально он договорился с ними за цену расценочку сегодня уже на 150 долларов меньше и все не хотят подымать я гранит во первых место не сильно такое классное во вторых за такую цену и работать не буду пускай кто-то едет вы знаете на каких траках да они любят такое подешевле чем подешевле и чем а верхаус постремнее да стрёмное какое-нибудь такое место пока едем на парковку будет что-то нормальное хорошее дорого стоящее ну тогда и поедем у них чё это самая стрелка была у меня красный главное оранжевый федот газует обойдется опять поворачиваем на тэйлоруэй направо так чекинжен у нас пока не загорается чё ж он вчера забарахлил то а и главное подъезжал до загрузки пустой был это не то что там груженый шел там перегрелся ну да ладно не бери в голову если бы совсем бы он горел тогда я бы прям на раз сегодня бы поехал в Петербилд и купил бы этот себе бачок расширительный а хотя хотя нет куплю его опять на ebay я на красный с ebay брал у меня с красного дома еще валяется но он весь грязный там видимо масло пошло в этот самый в радиатор и он весь черный был кто помнит он он должен быть прозрачный вот у меня здесь стоит прозрачный все классно такой что видно красный антифриз а там не было видно даже уровень антифриза не было видно я каждый день вот помню во Флориду когда ехал на нем каждый день открывал пробку и заглядывал туда внутри так как все таки на дальняк ешь каждое утро я проверял антифриз с фонариком залазил на капот капот открывал на мотор то есть и масло проверял ну классно я съездил на красном Петербилде три раза я был на дальничок съездил хорошо себе вел трак последний раз кстати на коллекторе болт порвало шпильку оторвало я думаю что такое сеть стала и уже назад когда шел назад где я нашел его в Юта штат Юта все начал болты просто руками трогать и один болт у меня в руке вылез а болт так там и сидел я раз за него а он оторватый так что домой тогда приехал снял коллектор все болты прокладочки сразу новые кинул поменял ну и весь CGR содрал с него сразу почистил весь одну турбу оставил здесь что-то мне охота то же самое сделать во-первых со шпилек они уже на болты перешли все шпильки снять и поставить новые болты в коллектор вкрутить и турбо бы еще поменять а ребята такие планы грандиозные и не охота это двигатель делать но с другой стороны зачем его менять здесь тяга хорошая просто поставить турбо спортивную эту не с детройта эту маленькую они подходят да детройт там но она маленькая здесь надо шикарную турбо на 625 лошадей которая ставится хоть мы горный тормоз немного потеряем третье положение но зато он будет звучать сразу трубы прямые будут звучать хорошо engine brake будет слышно ну короче здесь все в турбе зависит турбо убирает вот это виджете turbo забирает весь гул весь этот звук мощности не слышно мы навигация это бом-бом-бом-бом такой же звук как в самолете да пристегните ремни у нас небольшой турбуленс турбуленс небольшой ремни пристегните поворачиваем направо на 509 а это она пищит навигация что я начал и не закончил каждую железную дорогу или крутой поворот где-то она такая бим и сразу загорается что поворот крутой впереди или бим железная дорога впереди переезд направо под красный здесь так можно вообще на траках все можно вот вот и допустим заехал куда-то в нью-йорке да а там низкий низкий мост включая заднюю передачу и пошел назад по этой же трассе и все тебя пропускают обгоняют две сплошных две сплошных две сплошных можно сто процентов пересекать две сплошных желтых или там какого разницы нету цвета они хаммер хаммер h2 кто-то писал мне возьми хаммер h1 ребят h2 в цене вообще упал он сейчас дешевый его можно за 10 тысяч долларов купить как бы для хаммера для такой махины это дешево а h1 не ребят они уже по 60 70 тысяч стоят а то и до 100 тысяч заходит так что это не по зубам нам за такие гроши надо во первых porsche купить свои жимки да вот как раз у нас в марте 25-летие серебряная свадьба может пойти и новый porsche cayenne купить вот глупые мысли а лезут в голову тут сейчас без работы буду сидеть не знаю сколько ну если они маски отменят летать летать я добиваюсь до чего не только чтобы весь мир освободить или скажем всю америку освободить от масок то что маски это то же самое как я выставлял на инстаграме мужика и это коммент был да у меня вот под последним видео или предпоследним видео железную сеточную забор ставит мужик и бабка подходит или тетка и говорит что делаешь заставлю сетку от комаров ну да а я ношу маску от вируса как они говорят the deadliest вирус и дали тебе тряпку на ворду когда надо в противогазе ходить они на тебя нацепили марлю и говорит на она тебе поможет нет ребят тут уже просто контроль идет и все никто не переживает за твое здоровье здесь просто контроль над овцами так что если вы овца я вас поздравляю ходите в маске и дальше но я даже летать за этого не хочу так как сидишь как этот самый ненормальный шесть часов в самолете в маске я вообще поражаюсь таких людей кто это делает кто это саппорт делает никогда бы не полетел вот он навстречу этот же 389 пока я разгрузился он загрузился нормально красавчик тормозите мужики красный горит куда разогнались делаешь прогазовочку включаешь скорость кто-то мне там писал прогазовку делай спасибо как будто я не знал как будто мы не знали да учить ученого только портить я же говорю коробка до того разбита вот эти вот вот одна передача главная четвертая пониженная и та же самая она девятая повышенная в ту же самую отверстие входит просто она постоянно грайн делает и я постоянно эту скорость ставлю на повороте вот пока на поворот идем пока катишься раз ее воткнул четвертую скорость а потом пятую сразу и она просто выработанная да всю улицу испоганили холмлесса вон гарпича посмотрите сколько холмлесса поселились а здесь а и все бездомники у каждого рвишка своя дом на колесах кто из фанеры уже себе там в кустиках сделал целый дом двухэтажный Тёма на работе красавчик Тёма всегда работает не то что некоторые поехали на часик поработали до дому сдаем назад делаем параллельную парковочку вплотную до теминого драчка и потом вплотную до своего и потом двигаем все народ пошел я поехал я до дому вот такой у нас кривой получился параллельный парковочка ну так ничего так нормально в лес прям между драчками ну чё братва кто знает что это такое 2 фрейм 2 стекла один раз раз есть сейчас поехал две резиночки забрал эту резинок не было инстаг и эта резинка потом уплотнитель в эту резинку входит все ребята все для задних окон есть два купили сразу один артему другой мне так что будет чем заняться как говорится ждем погодку